Привет, касадики! Это будет, наверное, первое видео, где я вначале вас попрошу не подписаться, а наоборот, отписаться. Я это делаю на всякий случай, потому что многие из вас здесь ради тревел-контента, а его в ближайшее время тут точно не будет. Я знаю, что многие из вас от меня уже отписались, и я ожидал, что так будет, потому что я проживал точно такую же ситуацию в 2014 году, когда целые семьи просто ругались на обсуждении одного единственного вопроса. И сейчас происходит то же самое. Но я — это всё ещё я, вы меня знаете, я не изменился. И я бы хотел попробовать поговорить, чтобы ответить на вопрос, который, как мне кажется, волнует вас больше всего. Этот вопрос — где я был эти восемь лет? Я родом из Луганска. Я прожил в нём большую часть жизни. Луганск — это мой дом, который в 2014 году меня забрали. У вас когда-нибудь забирали дом? Представьте, что место, где вы ходили в школу, учились в институте, работали, проводили вечеринки, опен-эйры, где было много всего, что вы любили, за несколько недель перестало быть вашим. Уехали почти все друзья, почти все, кого ты знал, а вместо этого заехали люди на военной технике. После этого любое воспоминание о Луганске, о Донбассе, о его людях вызывало у меня только боль. Для меня люди Донбасса — это не пропагандистский образ распятого мальчика, это вполне конкретные люди — мои друзья, знакомые, соседи, родственники. Часть из них в 2014 году уехала, чтобы построить в Украине новую жизнь, а часть осталась, потому что не смогли, либо не захотели. Сейчас плохо всем, и тем, кто уехал, и тем, кто остался. И мне жалко всех, чтобы вы там не говорили про 8 лет. Тут, наверное, самое время вам задать вопрос по поводу фашистов. Как вы знаете, я выходец из Донбасса, говорю и создаю контент на русском языке, и с недавних пор живу в центре Киева. И за все эти годы я ни разу не столкнулся с открытой агрессией в свой адрес. За 10 лет жизни в Киеве, это я вам точно скажу, неонацистов гораздо проще видеть на федеральных каналах, чем на улицах столицы Украины. Если не верите мне, давайте послушаем Иосифа Зисельса, главу ассоциации еврейских общин Украины, который утверждает, что никакого нацизма и никакого антисемитизма, особо выделяющегося на Украине нет. Мифы о притеснении русскоязычного населения в Украине и о фашистах у власти — это ложь, которую тысячу раз повторили российские СМИ. Но от этого она не стала правдой, она осталась ложью. Ложью, в которую многие из вас поверили и до сих пор считают ее истиной. Но это не так. Это ложь сейчас принимает все новые и новые формы. Сейчас ей пытаются оправдать защиту русскоязычных жителей Донбасса бомбардировками Харькова и Мариуполя. Городов, большинство населения которых говорит на русском языке. Их жители никогда не были бандеровцами или неонацистами. Сейчас все они жертвы войны, которую развязало ваше правительство. Я же надеюсь, никто из вас уже не верит в термин спецоперации. Ну а теперь, пожалуй, самое главное. Почему я молчал все эти 8 лет? Я не молчал. Я путешествовал по миру, рассказывал о нем и показывал его вам. Я хотел, чтобы вы, как и я, увидели пески Намибии, фьорды Норвегии, Матерхорн. Но еще больше я хотел, чтобы вы сами начали путешествовать и познавать мир. Чтобы вы сами увидели, какой он разный, многонациональный, как в нем могут уживаться люди и жить вместе на общее благо. Не захватывать соседние территории с помощью армии, а развивать свои, собственные. Строить мощнейшие экономики даже в таких крохотных странах, как, например, Лихтенштейн. Я, кстати, сейчас понял, что не показывал вам Лихтенштейн, так что если вдруг мы выживем в ядерной войне, то, возможно, я вам его покажу. Для меня путешествия — это вообще синоним современного человека, потому что они дают тебе возможность развиваться и сравнивать. И, как сказал сэр Ирвин Уэлш, только в тот момент, когда ты начинаешь путешествовать по миру, понимаешь, что не так с тем местом, где ты родился и вырос. Другими словами, в путешествии у тебя есть возможность понять, чего не хватает или что нужно поменять в твоей собственной стране. Я не хочу никого пугать, но вам, по-моему, уже нельзя сравнивать. Вам даже нельзя выражать свое собственное мнение. Так за вас решило ваше правительство и ваш президент. А 24 февраля он решил, что и нам так нельзя. Прикрываясь ложью, он отдал приказ бомбить Украину. Зеленые человечки, русских войск нет на Донбассе, Россия не нападет на Украину, специальные операции не принимают участия срочники. Что бы вам ни говорили ведущие с экрана телевизора, это война для того, чтобы вы боялись. Это война для вас, чтобы вам не было с чем сравнивать. Почти весь свободный мир осудил эту войну, даже нейтральная Швейцария, что вообще беспрецедентный случай. Россию в этом конфликте поддержало всего лишь 4 страны. И давайте будем честными, для Эритрея это была не поддержка, а просто пиар-акция, чтобы весь мир, наконец-то, запомнил ее название. Вот на этом моменте у вас не закралось мысль, что может быть Россия что-то делает не так? А после того, как десятки компаний себе в убыток ушли из страны, просто чтобы не нести репутационные риски, у вас нигде не щелкнуло? В этом смысле Путин уже победил, потому что вам теперь еще сложнее путешествовать, вас еще сильнее привязали. Целое поколение россиян вам нужно никогда больше не выйдет за границы России. Целое поколение россиян будет жить с клеймом этой войны. Вы, возможно, сейчас этого не осознаете. Но так и будет, потому что эта война не освободительная. Она захватническая и преступная. Причины, по которым эта война началась уже в прошлом, сейчас плохо всем сторонам конфликта. Украину эта война сделает еще сильнее, еще свободней. Но за это мы заплатим, скорее всего, бесконечно высокую цену. Что будет с вами? Решать вам. И в конце этого ролика я хочу сказать в последний раз фразу, которую очень часто вы здесь слышали. Путешествуйте. Оно того стоит. Надеюсь, что россияне в будущем не будут путешествовать только на танках. Но это тоже зависит исключительно от вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин